Привет, а вот долгожданные тренды на октябрь от Shutterstock. Давайте рассмотрим их подробнее. Ловите момент, наше ежемесячное руководство по самым востребованным темам. Самое востребованное в октябре, чтобы помочь вам спланировать свою следующую съемку, или то, что вам следует нарисовать в иллюстраторе, расскажем, какие материалы будут искать наши заказчики в ближайшие 2 месяца. А давайте приоритет созданию изображений, которые показывают школу, покупки, праздничный декор и вечеринки, а также зимнюю ночь. Тема дня благодарения представляет собой обильная еда, накрытый стол, обязательно тыква и запеченная индейка. Она ярко представлена летрингом и надписями. Распродажи в этот день должны быть в теплых тонах, потому что это осень, наша листва падает, она желтая, оранжевая, красная. Также следует показать семью, которая собралась за праздничным столом и молится перед трапезой. Они держатся за руки. Кстати, в этом случае релизы вам не понадобятся. Тут мы видим счастливую семью, что вот прям целый сюжет. Дедуля потирает руки, сейчас будет кушать, а бабушка приготовила вкусную индейку. Еще можно показать, что дочка повзрослее и она фотографирует это на телефон. Следует делать симбиоз из каких-то традиций и современных технологий. Это лучше заходит. Везде используем такой оранжевый фон, такие грубые неотесанные доски. Это у нас будет якобы стол на улице. Вот такие рамочки и такого рода композиции. Алкогольные напитки я выбрал из них всех. Глинтвейн. И вот он представлен в виде таких вот грубых чашек железных. И есть также иллюстрация. Все это в паре. Почему две чашки? Потому что вы вдвоем берете два бакала Глинтвейна, усаживаетесь поудобнее и пьете его, укрывшись пледом. Может быть даже смотрите, как за окном уже падает снег. Лично я уже начал рисовать новогоднюю тему. И вам советую. Также можно показать какую-то инфографику, рецепт Глинтвейна. Можно найти их в интернете полно. Или вот такие. Эта иллюстрация подойдет для кафешки, которая на улице ставит так называемые штендеры, вывески, меловые доски, чтобы привлечь внимание покупателей, прохожих. Продаются даже в виде супермаркете уже готовые наборы для этого напитка. Это трубочки корицы, гвоздика, лимон. Все это красители, порошки. Все это закидается, заливается кипятком. И вот он готовый Глинтвейн. Такого не хватает, конечно, новогоднего декора. Было бы вообще здорово. Далее у нас представлена Амела. И также вот есть такая композиция. Встретимся под Амелой. Считается, если два человека встретились под ней, то они должны поцеловаться. Вот так вот она висит в дверном проеме желательно. И под ней сточаются и целуются. Вот такая вот надпись можно использовать. И вот еще очень классная иллюстрация. Поцелуй меня. Или там поздравления, такие открытки. Такого рода векторные и изоляты. Из них можно делать рамочки, какие-то бесшовные текстуры. И их будут использовать другие дизайнеры для того, чтобы обрамить свои открытки новогодние. Разного рода бесшовные гирлянды, как фотография, изолят, также вектор. Можно также использовать качественный 3D-рендер. Если вот такая штука будет бесшовная, то она хорошо зайдет для каких-либо иллюстраций. Также не забываем про блесточки и золото. Это прибавит в цене ваши иллюстрации. Не то, чтобы ее дороже купят, но ее купят чаще. Также можно добавить разного рода мишуру. Не видел прям, чтобы сет мишура, ирлянды, и вот те растительные венки. Если из них сделать сет, я думаю, он очень хорошо зайдет, потому что он закроет все потребности дизайнера, который оформляет какую-то новогоднюю вывеску или открытку. Очень интересная тема. Это уродские свитера, и у них прям есть некоторые вечеринки проводят с уродскими свитерами. На них олени, пара оленей в недвусмысленных позах, также какие-то надписи, и было бы здорово создать вот такую заготовку. То есть шрифт, который мы можем собрать пригласительный на вечеринку уродских свитеров, и какие-то там олень. Вот такая же тоже заготовка. У нас тут декора внизу, вверху, и тут мы можем сделать любой дизайн свой. И также олень. Олень, который в упряжке у Санта-Клауса. И секретный Санта. Сюда следует использовать такие ключевики, как Поли Анна и Крис Кинду. Чаще всего эта движуха происходит в офисах. То есть, когда работники дарят друг другу подарки, и Санта является секретом. Поэтому мы тут видим такой офисный интерьер. Ну и дальше мы тоже будем видеть. То есть секретный Санта дарит детям или малоимущим какие-то подарки. Это вот приобрело уже даже, сказал более, коммерческий окрас. То есть кто-то там начинает собирать деньги, какие-то акции под это проводит. В Штатах, Великобритании и Австралии этот праздник более стемный, я бы сказал. Вот мы снова видим офисный интерьер. В Мексике это называется секретный друг. Амиго секрето. И вы тоже можете использовать такого рода иллюстрации. Также Штерсток предлагает нам пофотографировать и порисовать разного рода флетлэйги. Что такое флетлэй? Что-либо лежащее на плоской поверхности. И вот так вот разложено. Такое еще часто распространено в Инстаграме. И оно отображает сиюминутное настроение. Но нас интересует на данный момент флетлэй более новогодний. Вот хороший пример. Вот конфетти. Опять-таки, если вы оставляете место для надписи, то сюда следует добавить хэштеги и в описании кописпейс. Вот я нашел флетлэй новогодней тематики. Вот мне нравится вот такая грубая доска. Белый фон тоже классный изолят. И можно, кстати, и свой какой-то фон добавить. И с белым более удобно работать. Белый более универсальный. Напомню, что все эти ссылки будут в описании под этим видео. Следующая тема – покупки на распродажах. Black Friday в этом году будет 23 ноября. Характерным символом являются черные шарики, красный фон, может быть какие-то оранжевые элементы, всякого рода бирки, ценники, плашки для скидок и также неон. Хороший урок по тому, как рисовать неон, есть у Артура Балицкого. И ссылку я тоже оставлю в описании. Не забываем про копий-спейс, то есть пространство для надписи. И также можно сыграть на контрасте. С черным хорошо сочетается красный и оранжевый. Что касается фотографий, если сделать, например, вот такую девушку, которая несет кучу пакетов, на одном из них аккуратно написать Black Friday, то я думаю, вообще отлично зайдет. Нам не нужен релиз. Хотел бы показать свои работы, которые нарисовал на эту тему. Это вот такого рода горячая потребительская корзина, которая везет в себе разного рода бытовую технику. Также пустая тележка с надписью Black Friday. И вот такая девушка с блесточками, гламурная, которая только что зашопилась в супермаркете или в каком-то моле. Далее у нас идет киберпонедельник. Он у нас будет 26 ноября. Снова не он. Я уже сказал, где можно найти классный урок. Также, я думаю, следует показать разные способы оплаты. Чем мы можем сейчас платить? Это своего рода не только кредитки. Надо подойти более креативно. Это и Apple Pay, и J-Pay, и может быть биткоины. Какой-то, я не знаю, бесконтактный платеж через смарт-часы. Вот классный глич. Кстати, вот вводят, например, данные кредитки. Давайте посмотрим примеры онлайн платежей. Вот такая, кстати, тележка продается на Алиэкспресс для канцелярии. Я видел даже в канцелярском магазине. Можно наделать маленьких коробочек, поставить на клавиатуру разного рода кредитки в руках. Чтобы каждый раз не фотошопить эту кредитку, следует один раз заказать ее в любой типографии. Вот такую, если стеснением, их делают там недорого, буквально 10 баксов штука. Но она вам всегда останется. И тут вы должны сделать 1, 2, 3, 4. Вот как здесь, какую-нибудь нейтральную надпись без имя держателя или просто написать name holder, чтобы не каждый раз не лепить к ней релиз и дату какую-нибудь. Потому что часто такие фотографии rejected по причине sensitive information, то есть чувствительная информация. И вот, кстати, что я имел в виду. Вот наш тряпочный козырек, корзина, кнопка купить. Все тут есть, все в идеале. И магазин, и современные технологии, и кнопка, и шопинг. Просто как нельзя лучше. И вот такой телефон сделан, как шкаф, в котором, или витрина даже можно сделать, в котором женщина выбирает себе покупки. Итак, я нашел вот такие замечательные снежинки. Они сделаны макро. Но когда я копнул глубже, я понял, что в эту тему лучше не соваться. Вот есть такое понятие, как узкая ниша. Вот есть вот эта ниша, уже некуда. Макро снежинки. Но ее занял один человек. Алексей Клятов. Вот у него 13 страниц одни снежинки. Он фоткает только снежинки. И я считаю, что этот человек постит дзен. Он именно занимается любимым делом и кайфует от этого. Еще и продает их на стоках. И вот, что он пишет о себе. Мне кажется, это тоже очень классное описание себя. Оно продающее. Это фотограф, который фоткает снежинки. Он публиковался в NASA, Wall Street Journal, CNN, Daily Mail, Wicke Square и других, короче, самых известных печатных изданиях. Но кто может быть круче него? Я не представляю. Если нам нужна макро снежинка, то мы обратимся только к Алексею Клятову. Вот я даже нашел его Pinterest. И тут у него сборники его снежинок. И правда есть очень невероятные снежинки. Вот, например, эта треугольная. И также я нашел про него статью на Пикабу. Как тебе такое, Илон Маск? Посмотрите, это даже не зеркалка. Это обычный фотоаппарат. И если вы до сих пор купите деньги на зеркалку, чтобы начать фоткать на стоке, то я даже не хочу продолжать. И посмотрите, что у него получается. Это просто шедевр. Я надеюсь, он увидит это видео и скажет пару слов, как вообще у него сейчас продажи идут. Потому что он монополист на макро снежинки. Пожалуйста, не лезьте в это поле. Вы его не перебьете. Следующая тема, это зимние виды спорта. Тут я выбрал сноуборд. Очень динамичный, классный. Вот, кстати, изолят. Где он может использоваться? Например, для оформления магазина или каких-то туров, для туристов, турагентов, которые отправляют людей в горы кататься на этих самых лыжах. Также можно рекламировать каких-то тренеров и так далее. Стоит также показать разного рода элементы экипировки этих скейпордистов. Там, я не знаю, какие-то, может быть, специальные зажимы, очки, шлемы, перчатки. Все это собрать в сет. И также стоит подумать над какими-то логотипами для компаний, которые, например, обучают сноубордистам. Или их там возят в высоком горы и показывают им свои какие-то трассы. Также рассмотрим зимних животных. Это у нас пингвины. Очень хороший изолят. Если вы были в зоопарке, можно было их пофоткать и вырезать. Мне кажется, тут больше всего будет отсылка к пингвинам из Мадагаскара. Также тут много разных пингвинов. Там сеты, какие-то паттерны. Вот пингвин катится по льду. Какая-то тусовка пингвинов. Такие милые акварельные пингвинчики. Что касается других животных, например, лося. Его тоже можно посмотреть как логотип для какой-то компании, для охотничьего сообщества. Делают также одного лося. И я не знаю, почему он радуется. Потому что из него сделали чучело. Но, тем не менее, как я говорил раньше, в предыдущих выпусках, на стоке должно быть все на позитиве. Даже если у тебя отдельно голова от туловища. Вот такие мультяшные лоси. И также животные в новогодней одежде. Я лично от себя хотел бы добавить, что пора уже рисовать свинку. Потому что следующий мульт будет помочь свиньи. И еще одна тема, это люди, которые наслаждаются отдыхом у домашнего очага. Как делается такая фотография в домашних условиях? Если у вас большой телевизор, вы просто включайте на нем видеокамина, ставите сюда свои ноги в ярких носках, рядом ставите чашку с какао, пусть она дымится. И фотографируйте. Это не обязательно должен быть настоящий камин. Это не обязательно должна быть новогодняя пора. Тем более, другие еще пару месяцев. Но вы уже должны готовиться сейчас. А дальше у нас школа и образование. Ну, давайте рассмотрим более подробно. Итак, белые доски, whiteboard. Почему их хорошо рисовать? И вообще в своих работах я часто использую семиляры. То есть, если нарисовал какой-то рисунок, то у меня уже заготовлена вот такая доска. И, кстати, вот она попала на первую страницу. Но есть у меня еще такой вариант. То есть, тут у меня и листик с магнитиком, и какие-то элементы. И, кстати, вот этот заполненный вариант продается лучше. Что касается пустого, например, я нарисовал какую-то иллюстрацию. Например, вот у нас скоро Новый год, и я нарисовал свинку. Она у меня есть просто на белом фоне, на черном фоне, на мелом, как нарисовано. И я ее делаю вот на таком белом фоне. И добавляю ключи Scryble, Whiteboard, Black Ink, Black Marker. Потому что часто используют эти иллюстрации для видеороликов. Очень популярное направление в Scryble или Doodle анимация, где используются вот эти вот белые доски. Там, где мужская рука пишет и что-то объясняет. Тут какие-то вот объяснительные видеоролики. Вот такого рода заготовки можно сделать. И, кстати, я уже говорил в предыдущем выпуске, что следует сфотографировать девушку или мужчину с маркером в руках. И дальше туда вот описывать все, что угодно согласно тренда. Организованные спортивные команды. Вот мы видим тут какие-то детский футбол, бейсбол. И снова белая доска и обычная черная доска со схемой, как их должна играть команда. Я считаю, что у вас обязательно должна быть в портфолио белая доска, потому что она универсально семиллярится. Также логотипы каких-то спортивных команд. Что касается вектора, еще нужно показать элементы спортивные, такие как секундомер, флажок, блокнот для записей, какие-то схемы в разных видах спорта. Разного рода инфографика и логотипы. Далее у нас награды. Это разного рода кубки, медали и какие-то своеобразные вычуренные формы. Обязательно должны быть это чаши, вот такого рода. Звездочки, лавровые листы, ленточки и золотые звездочки. Вот такого рода набор я бы, например, использовал, если бы сделал постер себе для фильма. Я бы там написал лучший актер, лучший режиссер и так далее. Искусство и рукоделие. Очень важно развивать ребенка дошколы в разных кружках дошкольного развития. Там, где они лепят, рисуют. Их работы не должны претендовать на что-то эстетическое. Просто дети должны развивать мелкую моторику рук. Можно показать, как он детские ручки, что-то там рисует. Как и маляки, довольный ребенок. Не забывайте опять-таки про модельный релиз, который придется взять у его мамы. Такие бэкграунды, рамки и также кописпейс. Разного рода леттеринг и наборы из инструментов, которыми пользуются рукодельницы. Выпускники. Кстати, если это вектор, то можно нарисовать в разных плоскостях. Это головной убор. Тут его уже украсил золотом. Так это по-гламурному получилось. Вот наш модный фиолетовый цвет. Вот наши выпускники встречают рассвет. Получают диплом о образовании. Что вот новая жизнь, как все здорово. Наивный. Получение диплома. Если обойтись без релиза, то можно просто взять свиток с ленточкой. И вот по рукам выпустить и наделать фотографии. Есть еще такая векторная иллюстрация неплохая. Вот хорошо сделана. Основная композиция сделана на втором плане. На первом плане размытые книги, как символ знаний. Ну а пока все. Я надеюсь, вы узнали очень много нового. И этот выпуск был также полезен для вас. И вы вдохновились. И уже сейчас начнете что-то там готовить. Фотосессию или рисовать новые иллюстрации на стоке. Я еще раз напомню, что все ссылки, которые я показывал в этом ролике, есть под этим видео. А мы встретимся уже через неделю. Всем удачи, пока.